Добрый день друзья и гости моего канала. На днях приготовила чудесный тирольский пирог. Нашей семье он очень понравился. Нежный бисквит, крем как ванильное мороженое, сочные ягоды в желе. Это просто наслаждение. А готовится такой пирог проще простого. Ковшик или кастрюлю с толстым дном отделяем 3 желтка. Добавляем щепотку соли, ванили, 60 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала и хорошо все размешаем. Вливаем 200 миллилитров молока, еще раз хорошо все размешаем и ставим на плиту вариться. Огонь ниже среднего. Массу постоянно помешиваем, она нагревается, начинает густеть. Доводим до кипения. Еще раз хорошо все перемешиваем, выключаем. Основу для крема перекладываем в миску, накрываем пленкой в стык, чтобы не заветривалось. Оставляем остывать до комнатной температуры. А тем временем приготовим классический бисквит для пирога. В чашу вбиваем 2 яйца, обязательно комнатной температуры, тогда яйца быстрее собьются. Добавляем щепотку соли, ванили и начинаем взбивать. В 2 приема добавляем 60 грамм сахара и продолжаем взбивать массу на самых высоких оборотах миксера. Яичная масса должна хорошо взбиться, побелеть и увеличиться в объеме. Взбивание ручным миксером занимает около 5 минут. Когда масса взбилась, поднимаем венчики. Если след за венчиком сохраняется больше 10 секунд, то яйца с сахаром хорошо взбились. В 2 приема добавляем 60 грамм муки и на самых низких оборотах миксера замешиваем тесто. А можно тесто замесить и лопаткой. Затем лопаткой проходимся по дну чаши, чтобы не было непромесов и вышли большие пузыри воздуха. Форму диаметром 19-20 сантиметров гостилаем пергаментом. Готовое из теста перекладываем в форму, разравниваем и ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки. Бисквит испекся, достаем из духовки, деревянной палочкой проверяем на готовность. Она должна выходить полностью сухой. Даем бисквиту немного остыть, достаем из формы и оставляем на решетке до полного остывания. Основа для крема остыла. Немного взбиваем миксером. Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла и взбиваем до однородности, чтобы крем стал воздушным. Взбитый крем перемешиваем лопаткой, чтобы вышли большие пузыри воздуха. Блюдо, на котором будем выдавать пирог, в центре смазываем кремом. Кладем бисквит и хорошо пропитываем молоком комнатной температуры. Устанавливаем кольцо, выкладываем на бисквит крем, разравниваем. На крем выкладываем черешню срезом вниз и немного вдавливаем крем. Затем пустые места заполняем голубикой. Ягоды или фрукты можно брать по своему вкусу. Ставим пирог в холодильник на 15-20 минут, чтобы немного остыл, а за это время приготовим желе. Желе можно приготовить из ягод или фруктов, а можно взять готовое. Я сегодня использовала желе быстрого приготовления в пакете. Готовила по инструкции. Содержимое пакета растворила в 200 мл кипятка, размешала до полного растворения желатина и дала остыть до комнатной температуры. Достаем пирог из холодильника и аккуратно ложкой сверху на ягоды заливаем желе. Половину жидкости залили, ставим пирог в холодильник на 15-20 минут, чтобы остыл. Затем выливаем остаток желе также ложкой. Желе выливаем ложкой, чтобы не повредить кремовый слой и чтобы желе не ушло вниз. Накрываем пирог сверху и ставим холодильник до полного застывания желе на 2-3 часа. У меня пирог простоял ночь. Пирог хорошо остыл. По краю формы проходим острым ножом, вырезаем пирог из формы, завариваем ароматный чай и наслаждаемся вкуснейшим десертом. Пирог получается вкусным и большим. 1,4 кг. Хватит на большую компанию. Приготовьте, попробуйте. Надеюсь и вам пирог придется по вкусу. А я желаю всем мира, радости и добра. До встречи в новых видео.